приветствую всех у себя на канале rc и пивич лябинск мы с вами собирали литий-ионную сборку для квадрокоптеров на базе элементов 18650 съемкостью 2600 миллиампер каждый собирали мы с вами аккумулятор 4s то есть из четырех таких элементов каждый аккумулятор ссылочку на сборку аккумулятора вы сейчас увидите вверху я собрал еще один такой же пак из четырех ячеек и соединил их вот такой вот обычной китайской упаковкой обусловлено это в первую очередь тем что на улице зима холодно литий-ионные сборки не любят минусовые температуры то есть утепленный он проработает на морозе дольше для того чтобы соединить емкости двух этих паков необходимо подключить данные аккумуляторы параллельно для этого я смастерил вот такой игрек образный переходник получается плюс идет к плюсу плюс к плюсу минус к минусу минус к минусу это означает параллельную сборку для того чтобы емкости двух аккумуляторов 2600 плюс 2600 суммировались и мы получаем в итоге 5200 миллиампер часов нашу емкость вот таким вот образом аккумуляторы соединяются и вот этот конец будет подключаться к нашему квадрокоптеру сейчас мы взвешиваем с вами эту сборочку итак масса вместе с переходником составила 425 граммов без переходника я думаю около 410 будет и и сами понимаете что при емкости 5200 миллиампер часов масса в районе 400 граммов очень даже неплохая по сравнению с эти полимерными аккумуляторами той же самой емкости тестировать данную сборочку мы будем на моем излюбленном 7 дюймовом долголете крепить я буду этот аккумулятор снизу как раз сюда вписывается а протестируем время удержания позиции я думаю она составит около 30 минут ну зависит все это еще от того какие температуры будут на улице но думаю в районе минус 10 нам это вполне приемлемо а сейчас мы с вами переместимся на мое излюбленное место для первичных тестов и посмотрим что у нас по факту получится погнали итак друзья приехал я наконец-то на природу чтобы протестировать самодельные литий-ионные аккумуляторы если честно еще вчера рядом с домом приезжал тестировал но к сожалению ничего не записалось сейчас вот приехал в деревню погода хорошая сейчас еще раз вместе с вами взлетим и посмотрим сколько времени сможет квадрокоптер на самодельных аккумуляторах на двух сборочках параллельно подключенных сколько он сможет находиться в воздухе сколько провисит погнали и вот и вот Итак, квадрокоптер в воздухе, поставил я его на режим удержания позиции и высоты, пускай висит и будем с вами следить сколько времени сможет он так провисеть. Как видим висит он четко на месте, ветерок сегодня слабенький, температура около минус 7 градусов. Итак, прошло уже 5 минут, поднял я его повыше, чтобы хоть какой-то вид был на деревню с высоты с небольшой, чтобы не в забор смотреть. Вот так вот я в монитор смотрю, там пишут, что в очках не стоять полчаса, так смотрю в монитор, уже 5,5 минут практически потрачено 900 миллиампер часов, ток весенний 10 ампер. Смотрим дальше сколько у нас может провисеть. Музыка. 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 итак уже прошло 10 минут потрачено 1700 миллиампер часов потребление немножечко увеличилось 10 до 10 с половиной ампер квадрокоптер также висит в воздухе ни разу я его не корректировал не левее не правее вот как поднял так он на месте висит и 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 друзья уже прошло чуть больше двадцати минут потрачено три с половиной тысячи миллиампер часов все также коптер висит на месте немножечко повернул его и влево чтобы смотрел на деревню напряжение на банку составляет уже 33 вольт до 3 и 2 просаживается только потребление выросло до 11 ампер 11 2 уже 20 с половиной минут уже а датчик только может немножко привирать то есть то количество миллиампер часов которая показана потраченная на экране мне кажется немножко завышена потому что я уже пару тестов проводил не получилось записать их там на самом деле скажем так коптер тратил 5400 миллиампер часов хотя суммарно емкость двух аккумуляторов суммарная должна быть 5200 они 5400 продолжаем наш тест дальше так прошло уже 26 минут потрачено 4600 миллиампер часов пустил я его пониже чтобы случае чего экстренно посадить видны небольшие вибрации кстати говоря на стойке GPS но я думаю потому что все таки минусовые температуры поппер весь дубовый плюс я еще демпфер убрал с полетного контроллера надо будет поставить обратно так ну а так 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok